Дай почитать. Это нигде не указано в данном издании. Первое было в 1999 году. Издательский дом системы «Алиса». Но сравнить мне не ищем. И поэтому издание 2017 года «Эксмо» является, что называется, первоисточником. Для кировчан Виктор Петрович Савиных – легендарный, выдающийся земляк, прославивший наш край. И так щемяще трогательно видеть рядом с бюстом Савиных живого Виктора Петровича Савиных и думать, как хорошо, что благодарность и слава в конкретном случае пришли вовремя. Напомню, что Савиных в космосе побывал трижды. Записки с мертвой станции о том, как Савиных вместе с Владимиром Александровичем Джанибековым были отправлены на станцию «Салют-7» со сложной миссией оживить ее, вернуть под контроль Центра управления полетами ЦУПа и предотвратить ее падение на Землю. По сути, это книга – дневниковые записи, которые вел на протяжении всего полета Савиных, а также страницы стенограмм, переговоров с ЦУПом и различные документы. Это был уникальный случай в истории космонавтики. Законсервированная станция работала в автоматическом режиме, но затем что-то случилось. Произошел сбой в работе приборов, и ЦУП окончательно потерял связь с «Алютом-7». Поэтому было принято решение отправить экипаж, который вручную попытался состыковаться, войти на станцию, устранить неполадки и выполнять плановые эксперименты. Все это наши советские космонавты проделали блестяще. Эта книга – документ о личном пережитом опыте, о рабочих ситуациях, повседневной жизни, взаимоотношениях, о том, как в, казалось бы, обыденных моментах рождается героизм и проявляется мужество. Это очень поучительно интересно, ведь подавляющему большинству читателей совершенно неизвестно, как там жить в космосе. Хотя эта книга обозначена как литературно-художественное издание, она, разумеется, не художественная. Поэтому и ожидать от нее эстетических открытий не стоит. Это все же документальная, мемуарная литература, дневник, стенограммы, письма, служебные записки и фотографии из личного архива. Очень подробно и честно Савиных описывает ту сложную ситуацию, те неординарные человеческие поступки, которые сложились вокруг Салюта Си. Не знаю, как вы, дорогие слушатели, а я вот думаю, тут порой среди людей на Земле не знаешь, как быть. А если ты практически в космосе один, кто поможет, кто поддержит? Книга о героических буднях Виктора Савиных «Записки с мертвой станции». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!